Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 июня, день подходит к концу, и весь день я занималась тем, что рыхлила почву. Ну и короче, все тут рыхлила, подвязывала, посынковала. И сейчас я буду разговаривать о том, почему я не мульчирую почву, и все-таки, что лучше, рыхлить или мульчировать. Но несколько слов сначала скажу о рыхлении. Когда я снимала видео на тему, что дождливая погода, можно тоже найти плюсы в ней. И я говорила теоретически, а сейчас я покажу, какие работы я делаю после дождя. Ой, запыхала сегодня, рыхлила. Вот видите, вот здесь уже рыхлительная машина проехала. Лапки мои видны. Вот смотрите, вчера у нас весь день шел дождь. Перед этим была жара целую неделю. И после этого, с завтрашнего дня, у нас будет аномальная жара 35 градусов. И для того, чтобы что-то порыхлить или как-то поухаживать за растениями, это нужно будет делать сплошной полив. Это очень трудоемко. Хоть из лейки, хоть из шланга, все равно. И нужно вот, я всегда стараюсь урвать вот этот вот день после дождя, чтобы по такой попадатливой, по благодатной почве сделать и прополку, и рыхление, и сразу вот там какое-то, ну, подокучивание или что-то. Вот у нас вчера шел дождь. Я сегодня отложила все дела. И срочные, и несрочные. Даже не готовила ничего кушать, потому что весь день занималась землей вот этой. Что я делала? Что я делаю обычно после дождя? Ну, конечно, во-первых, это прополка. По влажному грунту очень легко полоть. Видите, я говорила, что сорняки, они прям по первому зову, только дернешь, не остается корней. Все прекрасно. Потом, видите, что вся земля как будто вспахана. Конечно, рыхление, конечно, рыхление вот такое вот. Все-все-все-все прорыхлило, потому что после этого будет жара долго у нас. И потом эти процедуры я уже не смогу сделать. Сейчас перейдем в другой ряд. Этот я уже закончила. Вот здесь, видите, сразу скажу, что у меня ширина дорожек сразу сделана так, чтобы я могла на четвереньках проползти вот здесь. И вот и правый, и левый ряд я сразу обрабатываю, ползу. Конечно, вот во время этого поползновения я сразу обрезаю лишние пасынки. Подвязываю еще на раз, если они уже переросли. Если вообще не подвязаны, видите, совсем не подвязаны, то подвязываю на первый раз. Сейчас тут у меня собрались, тут же тоннель была с рассадой. Тут у меня самые-самые последние, я вам показывала, замухрышечки такие стояли, маленькие желтенькие. Ой, моя тень мешает. Все, сейчас я перейду, чтобы тень моя не накрывала растения. И, короче, здесь у меня собрались самые последние замухрышечки. Они немножко пришли в себя. И вот про сам факт рыхления. Все-таки, почему я рыхлю, многие спрашивают, почему я не мульчирую. Хотя многие-многие, кто там показывает свой огород, там кто блогеры, не блогеры, просто огородники, они мульчируют, и они как бы не то, что пропагандируют, а как бы агитируют, что мульча это много плюсов, все. Но я уже в прошлом году говорила, что, во-первых, мне мульчу негде брать, я живу в городе, в центре города. И когда мне сказали, что можно купить там тюк сена, соломы, все это устелить, осенью собирать, просушивать, потом снова. Вы понимаете, как трудоемко. Я занимаюсь огородом одна. Мне бы хоть успеть пропосынковать и все. И вот сейчас у нас июнь заканчивается. Это, считай, лето почти не было. У нас июль. Мы еще хорошо, если будет хорошая погода, мы побалдеем, порадуемся солнышку. А в августе у нас обычно устанавливается дождливая погода. И я боюсь, что вот эта мульча, которая будет намокать, там будет огромное количество слизней. И я весь конец лета буду бороться со слизнями. Нынче уже приходят комментарии, что слизни заводятся под мульчой, приходится мульчу убирать. Вот у нас вчера был дождь, сегодня обещают в ночь дождь. А если мульча намокнет и будут там вот эти всякие насекомые вредители, это лишняя для меня работа. И еще, что немаловажно, при рыхлении, как бы это, может быть, смешно не звучало, я испытываю удовольствие. Вот именно я люблю заниматься в огороде. Но это надо быть, наверное, человеком. Есть люди землеройки, а есть нет. Есть люди, которые не боятся замараться в огороде. И вот прямо и на четвереньке могут сесть на землю и руками. А есть некоторые, которые боятся замараться. Для них, конечно, мульча это чище намного. С землей не соприкасаются ни растения, ни плоды, ни вы сами. И, возможно, для кого-то это приемлемый вариант. Потому что в прошлом году, когда, позапрошлом, одна зрительница из Германии написала, что, а как вы по теплице ходите без тротуарной плитки, вы же можете обувь замарать. Если она даже боится замарать обувь, зайдя в теплицу, ясно, что она не будет вот здесь лазить и рыть землю. Для нее это, наверное, вообще шок. Конечно, обувь замарать я боюсь. Поэтому я обувью не пользуюсь в огороде. Видела бы меня сейчас эта женщина из Германии. Я вся в земле, вся грязная, лохматая, волосы зеленые, счастливая такая, что порылась в земле. И вот это тоже одно из тех причин, по которой я не хочу заниматься в мульче. Я хочу именно голую землю. Я когда начинаю с ней работать, мне кажется, что я даже заряжаюсь от этой земли. Вот я сейчас, видите, прорыла, какие проходы. Это же все на четвереньках. Это мне, считай, почти 60 лет через год будет у меня. И возраст такой большой. Мне казалось бы, уже можно и от рыхления отказаться, но я не могу. Это такое удовольствие. Земля после дождя такая податливая, мягкая. Только вот эту вот... Сейчас, подождите-ка, палочку возьму. Если вот будет два дня засух, ну как жарких, такого грунта уже не будет. А тут я, смотрите, копалочку раз, все, а на земле сама вспушивается. Я вот так раз, 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 все немножко вот так даже. И ручками, и ручками вот так. Все. Я взрыхлила. Конечно, такую процедуру я делаю не после каждого дождя. И еще во время рыхления сейчас, видите, как я навожу порядок, финальный штрих такой. Выравниваю дорожки, вот подгребаю туда-сюда, вот так, чтобы они немножко бортиками были. Навожу порядок. Сейчас, подождите. Перешагну туда. Ой. Потому что для меня еще очень важно, чтобы посадки были визуально красивыми. Чтобы было все красиво, чтобы было все чисто, чтобы не было сорняков, чтобы дорожки были по струнке. Растения, чтобы были все красивые. Короче. Вот мои такие причины, факторы, по которым я не мульчирую. Еще. У нас сибирский регион. И если рано весной при посадке мы начнем мульчировать почву, она еще у нас не прогрета, холодная, тогда земля долго не прогреется. Потому что вы знаете, что черная земля, открытая, она быстрее притягивает солнечные лучи, она нагревается. И как бы без вот этого покрытия, сеном там или какой-то, ну пусть, ну любой, с сухой травой скошенной, она прогревается быстрее. Нам это тепло, она очень драгоценна. Даже вот здесь вот, сейчас я вам покажу. Нынче я вот использовала ткань мульчу, вот эту черную. Но она тоже черная. И вот это вот мне приемлемо. Когда я закрыла тканью, так же. Я тут, конечно, уже не буду рыхлить. Тут не будет у меня этих, ну прополок, сорняков. Сейчас развернусь, покажу вам. Кстати, это вот грядка, где мои были захудалыши, которые были градом побиты, замурыши, желтенькие такие. Видите, как они у меня возмужали, разрослись. Вот такую ткань мульчу я еще понимаю, потому что я весной натянула, и земля под ней прогревается. Но если бы я закрыла соломой или каким-то там еще, то ясно, что она прогрелась намного позже бы. Вот это все про мульчирование. И я не могу никому сказать, например, нужно обязательно мульчировать, или нужно в нашем регионе обязательно не мульчировать. Я всегда говорю, что каждый для себя выбирает сам. Для того, чтобы понять, подходит вам это или нет, конечно, лучше один раз попробовать. Лучше один раз все это испытать, чем сто раз слушать вот эти советы мои, чужие. Я сразу говорю, я никогда не мульчировала, никогда не буду мульчировать. Буду только, у меня будет только голая земля, чистая. Я еще вот эти вот, когда валяется вся эта трава, все. Мне это как-то не очень нравится. Я хочу, чтобы земля была чисто черная. На черной земле зеленые растения и красные там или желтые плоды. И мне кажется, что вот этой травы немножко как бы беспорядок, что ли, в огороде. Но это мое чисто субъективное мнение. Каждый ведь человек, я не знаю, кто живет как, но я живу по ощущениям. Если мне вот так по ощущениям приятно, я, конечно, буду делать так. Но и по техническим причинам, я вам уже объяснила, что и прогрев плохой почвы у нас в сибирском регионе, и завестись могут слизни. И вот это вот, то, что я живу в городе, у нас нет этой лишней травы. Кто-то там косят газоны, у нас каждый сантиметр на учете, никаких газонов ни у нас, ни у соседей нет. Нигде у нас нет травы, где ее взять. Вот у меня в огороде вообще нет травы, потому что она вот в таком милипюсеньком состоянии, я все ее вырываю. Мульчировать нечем, я считаю, что мне и не нужно. И опять же выражение, от добра добра не ищут. Если и так все хорошо растет, зачем мне какую-то траву еще накладывать? Но вы должны выбрать для себя сами. Может быть, одна грядка у вас будет замульчирована, вторая, может быть, будет просто вот так голая земля. Конечно, это видео, я говорю все это так долго и подробно, конечно, для новеньких, для начинающих, кто, например, первый или второй год, они вот эту вот, как сказать, расхваленную мульчу, они хотели бы применять, но они не знают, нужна она им или нет. Потому что все равно это же лишние хлопоты, где-то ее брать, как-то ее укладывать, потом хранить зимой. Я сразу говорю, я это не делаю, и без этого можно вырастить. Но ради эксперимента можете попробовать. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Поползла дальше, работы еще много, завтра еще буду ползать весь день, а потом у нас начинается аномальная жара. Завтра постараюсь еще про фитофтору снять видео. Я одно сняла, но еще не просматривала, не посмотрев, не могу выложить. А смотреть некогда, сижу в огороде весь день. Пользуюсь вот такой влажной землей, мягонькой, рыхленькой, податливой, чтобы все прорыхлить, навести порядок, а потом можно будет снимать видео. Пока некогда, все.